Объект маленького А действует за счет того, что это является, грубо говоря, сточной воронкой, куда как вода течет из раковины, для желания. Иначе желание находится в стадии стагнации. Он не находится в стадии стагнации никогда, потому что есть объект маленького А, которого оно всегда устремлено. А желание на уровне воображаемого, то есть на уровне того, что мы называем нашей реальностью, оно всегда сексуализировано. Вне зависимости от того, на что оно направлено, на конфету, на человека, на какую-то деятельность, оно всегда сексуализировано. И здесь дело как бы глубже оказывается, чем в понимании Фрейда, который пытался это свести к сексуальности. На самом деле желание само по себе не сексуализировано. Оно вообще даже вне человека размер. Но на уровне воображаемого, то есть на уровне того, как мы его воспринять только и можем, оно всегда сексуализировано. А поэтому вся реклама бьет именно в эту отрасль. Иногда откровенно, а иногда скрыто. Именно это и пытается нам преподнести Мэл Рамос своим творчеством. И для этого он скрещивает две ветви. Одна ветвь непосредственно демонстрация лейблов той или иной пищевой продукции. А вторая ветвь это подбор к ним тех или иных изображений в стиле пин-ап. Что есть пин-ап изображения? Где-то с 60-х годов в Соединенных Штатах было очень, да раньше, наверное, с 50-х, после Второй мировой войны, становится очень популярным пин-ап изображение. Изображение либо фотографий, либо реальные картины женщин, как правило, обнаженных женщин, которые рассчитаны на то, что их покупают и клеят в свои машины водители-дальнобойщики. Именно с этих изображений стартует, в частности, карьера Марлин Маллера. Эти изображения обычно двух типов, это либо совсем откровенные, либо такая якобы стыдливая девушка, два типажа. Но тот и другой рассчитаны на одно тоже, на привлечение желаний. Мел Рамос объединяет эти изображения, он их не перерисовывает, он их сам создает, с знаменитыми лейблами, демонстрируя их не то что непосредственную отсылку к ним, об этом, конечно, не может быть и речь, а о том, что методы воздействия на нас рекламой отсылают непосредственно, на самом деле, к сексуальному чувству. Ну а вот самая известная его работа Виллита. Это сыр, плавленый сыр, сырок. Ну, как вы видите, здесь он подбирает девушку в тон, к этому сыру. Или такие рекламы, типа, купи, там, Пел Мел и все девушки твои. Ну, по большому счету, все рекламы можно свести к этому утверждению, да, с той или иной степенью вариантности. Ну, в данном случае, не Пел Мел и Филип Борис. Или Монтемс. Или те бренды, о которых мы уже с вами сегодня говорили. И это как раз рельефы, это статуи Кока-Колы и Магнадца. То есть, в данном случае, с одной стороны, символика Лейбла может быть как афалического характера, но это не она. Может быть, феминного, откровенно с изгибами форм, как в случае с Кока-Колой, с ее бутылкой, так и в случае, естественно, с Мак Дональдсом. Там, как бы, символика вообще очевидна. Вот, она действительно дико сексуализирована. И, в данном случае, то, что вы ее не видите или не хотите замечать, что она именно такая, это как раз определенная нормализация нашей культуры. Есть, был в Стэнвардском университете, проводил такой замечательный эксперимент. Студентам давали слово, чтобы прочесть, начиная с максимально быстрого, да, его показа. То есть, допустим, его показывают одну сотую секунды. И постепенно приближают, пока он не сможет, наконец, прочесть это слово. Например, если это было слово, там, какое-нибудь типа Apple, да, человек там начинал его прочитывать с определенного интервала. У всех это разное, естественно. А шкала, когда человек воспринимает, вот. Но, для этого же человека, если слово было бранным, он его начинал воспринимать несоизмеримо позже. То есть, пока ему долго-долго не показывали, вот тогда он его воспринимал. Понимаете? Здесь речь идет не о том, что там не было пули там, то есть, тестировали студентов в Стэнвардском университете, причем психологов. То есть, у них не было проблем, чтобы назвать это слово. Они его реально не видели. Понимаете? Так что, то, что вы не замечаете сексуализацию этих лейблов, это как раз и делает их весьма успешными. То есть, невидим, значит, попадает гарантированно в объект маленького, значит, работает. И, наконец, последний из сегодняшних авторов, это тоже скульптор. Автор по-настоящему великий автор, не просто включившийся в поп-арт, но создавший самостоятельное направление, которое является одним из наиболее востребованных и перспективных сейчас. Этого автора зовут Джордж Сигал или Джордж Сегал. Как вы видите, он в 2000 году уже скончался. То есть, это автор двадцатого столетия. Автор, его родители были подданными Российской империи, они бежали из Украины после развала империи, после революции. И он стал американским художеством. То есть, родился он в 24-м году, то есть, родился он, соответственно, уже в Штатах. Какое направление создал Сигал? Чем он для нас интересен? Оно называется «Энвайронмент». Энвайронмент – это такое направление, такой подход к архитектуре, к живописи, к скульптуре, которое предполагает вовлеченность публики в пространство самого произведения искусства. Оно стало особенно популярным в скульптуре, именно в нем и работал Сегал. И сейчас фактически в любом городе можно встретить такие статуи, когда мы видим изображенных людей, сидящих в парке. К ним можно подсесть, сфотографироваться с ними, можно рядом просто посидеть. Создателем таких первых в истории скульптур является Сегал, Джордж Сегал. Скульптуры, включенные в обыденную жизнь как таковую. Не памятник Пушкину, чтобы увековечить что-то, а скульптуры просто анонимным людям, которые несут в себе просто взаимосвязь между искусством и реальной жизнью. Однако я выбрал его, чтобы показать нам сегодня не по этой причине. А потому что сегодня мы говорили очень много и долго об воображаемом полакану, об пространстве той реальности, которая нам кажется настоящей, подлинной, то есть то, что мы воспринимаем эмоционально, своими чувствами. Естественно, это в чистом виде воображаемое. Именно поэтому мы это и воспринимаем все по-разному. А что есть реальное? Вот на вопрос, что есть реальное, отвечает искусство Сегала. В этом смысле он радикально отличен от поп-ахта и может быть причистен к нему скорее по той простой причине, что он является его полным антагонистом. А антагонизм, как известно, сливается в большей степени, чем что-то близкое, что-то реально положено. Ален Бадью, уже знакомый вам по статье, которую я вам давал читать, будучи верным продолжателем идеи Лакана, называет реальным следующее. Это местоположение, объем, форма, вес, материал. Вот это реальное. Все остальное, цвет, как мы это воспринимаем, эмоции, чувства, это воображаемое. То есть увидите. И каким может быть реальный мир? Вот вам, пожалуйста, одна из работ Сегала. Женщина, моющая ноги в раковине. Эти статуи изготовлялись в Сегалом следующим образом. То есть бралась настоящая модель, натура. То есть живая женщина. Она облепливалась гипсом, с нее снимались слепки и потом конструировалась скульптура. То есть в данном случае, посмотрите на тот разительный контраст. У Рамоса мы видим просто лейбл, который дико сексуализирован. Здесь мы видим реальное обнаженное тело, причем взятое с настоящего человека, который абсолютно асексуален, но не сексуализирован вообще. Потому что сексуализация возникает только на ухо обнажаемое. Она в таком месте. Здесь она не работает. И более того, прошу заметить, что все статуи Сегала это не манекены. Здесь это тоже очень видно. То есть если бы он их делал не таким методом, каким я описал, можно было бы списать, что это типа люди-муникены, и тогда тоже вроде как попах. Нет. Это осознанно всегда делалось с живых людей, с настоящих людей. Это их тело, каким оно на самом деле является. Понятно, что мы никогда не сможем увидеть реальное, как есть. То есть весь мир без цветов, цвет же исключительно воображаемого нет на самом деле. Это то, как мы приспособились видеть мир. Более того, он не соответствует реальной длине волны даже. В большинстве случаев сбой идет. Мы видим не тот спектр, а какой частота является. То есть тоже есть такие эксперименты, где доказано, что даже в таком виде не работает. То есть то, что мы видим все в цветах, это исключительно воображение. Мы не можем видеть так никаким образом. И даже статуи Сегола не являются реальным. Это намек на реальное. Почему? Потому что для того, чтобы передать реальное, он обращается к мифической воображаемой категории. Категории белого цвета. Символ белого цвета нейтральности. Он вынужден пользоваться белым, хотя, естественно, тело женщины не является белым. Никаким не является. При определенной температуре тело может быть фиксировано на приборах с определенной частотой. Такую температуру он поддерживает. Но он не является ни белым, ни черным, ни желтым, ни коричным. Никаким. Он отсылает к белому, потому что только так мы можем воспринять идею нейтральности. И вот вам работа. Мы только что с вами видели Макдональдс, а вот вам другой Макдональдс. Грубо говоря, ресторан без блеска рекламы. Рядом мы видим, идет унылый мужчина, там сидит унылая женщина и ждет свой унылый завтрак. Никакой рекламы, никакого давления на объект маленького А, никакой сексуализации. Просто один идет, а другая сидит. Потом ей принесут объект, он будет занимать какое-то пространство, она его будет поглощать. Все. Ничего больше не происходит. Есть одна совершенно замечательная кинолента, которую я бы хотел привести в качестве примера. Она снята Карпентером, одним из представителей независимого кино Соединенных Штатов. Примерно в то же самое время, когда жил и работал Сегл. Позже, конечно, но при жизни Сегл еще. Она называется «They live». Они живут в русской версии «Чужие среди нас». Чем эта лента интересна? Эта лента показывает, что если одеть очки критического видения, то мы увидим мир реального. Когда главный герой раздобыл эти очки и одевает их, то на рекламе, которую до этого он видел в качестве рекламы той или иной продукции, он видит надписи просто «Размножайся». Вот оно и есть непосредственная отсылка с одной стороны к рекламе без очков, то есть рекламе типа работ трех авторов, которых мы смотрели до этого. Прежде всего было Рамоса, хотя там это уже представлено более наглядно. Когда мы просто смотрим на Макдонус, мы уже этого не видим. А здесь, когда мы видим в очках критического взгляда, то мы видим вот так это. Просто кто-то идет, кто-то ест, кто-то что-то хочет продать и так далее. И есть совершенно замечательная сцена в этом фильме, которая стоит всего фильма, который, опять же, любит очень анализировать слабой жижек. Сам по себе фильм является очень грубой аллегории, то есть он прям совсем такой просто, чтобы всем понятно было. Там еще и музыку сам автор Картерн также написал. Он еще иногда музыку пишет. Даже альбом у него есть, по-моему, даже не один, музыкальный. Советую всем посмотреть ленту, она классическая, и в ней большое количество времени отведено на сцену поединка. Причем это поединок не в духе, а в матрице, где балетно поставлен бой. То есть дерущиеся между собой люди просто хорошие актеры. И более того, они не умеют танцовать. Это получается именно такой не поединок, а потасовка, где каждый друг друга просто дубасит со всей силы. Причем дубасищие друг друга являются близкими друзьями, а дубасищие друг друга чуть ли не до смерти. В чем суть поединка? Один уже надел очки, надел очки, а другой их надевать категорически не хочет. Почему? А потому что он уже смекнул, что что-то там не там. И может, пока он их не наденет, стоять на позиции, что на самом деле там все неправда. И один бьется за то, чтобы нацепить на него эти очки, а другой отбивается и говорит, что эти очки все ерунда. Вот это показывает идеально ситуацию не только в жизни, почему люди до сих пор не хотят, не хотят это увидеть, то что я сегодня пытаюсь вам демонстрировать, но и ситуацию с современным искусством. То есть, когда начинаются не крики, не просто человек проходит мимо. Если человек проходит мимо, ему действительно оно не интересно. Но если человек начинает кричать, это не искусство, да я сам так нарисую. Это значит, что он является самым отчаянным фанатом этого искусства. Он уже понял, чем оно ему светит. Тот, кто им восторгается, может еще не до конца понять, чем он ему светит. А вот тот, кто орет, он естественно попадает в ситуацию от того второго друга, на которого изо всех сил пытаются надеть эти самые очки. Ну и действительно оно для него закончится плачевно, потому что им придется бороться против этой системы. Ну и они все погибнут. Но такая же ситуация и наблюдается в современном искусстве. Поэтому те, кто выступают ярыми противниками современной мысли современного искусства, безусловно, являются его наиболее приверженными фанатами. И, наконец, покажу вам, собственно, Environment. Это версия Сегала. Такое вы сейчас можете встретить очень мало. Правда, они будут не белые, да, их все-таки отливают обычно из металла, да, они бронзовые, скорее всего, будут. Или вот, вроде бы политизированное произведение, а тем не менее оно по-прежнему лишено эмоциональной отраски. Оно производит впечатление как раз своей дикой нейтральностью. Хотя даже эти трупы создавались из настоящих людей, ну и живых, естественно. Это гипсовые слепки из живых людей. Посмотрите в интернете, там есть как процесс создания этого произведения. Или вот, непосредственное женское тело. Или вот, да, женские тела, обнаженные женские тела, абсолютно лишенные сексуализации. Именно в этой ипостаси, ипостаси мастера, отсылающего к пространству реального полакана. И вошел в историю искусства Сегал, поэтому, как мне кажется, он интересен. И, опять же, проводя параллель с лентой Карпентера за Элиф, я бы указал на следующее. Любопытно, что для того, чтобы увидеть, каким мир есть на самом деле, в этой киноленте нужно было не снять очки. Да, мы все привыкли, что нужно снять очки, что у нас некие очки ложного видения, да. А там розовые очки, черные очки. Человек снимет и видит, а вот там разрел. А здесь нужно надеть очки. Очки, естественно, критического взгляда. То есть, сама ситуация под вас-то и заточена. Если бы она была заточена под очки, то, простите, проблем не было бы никакой. То есть, вы периодически бы столкнулись с миром вне очков. Хотя бы боковым зрением. И вы бы, естественно, в это не поверили. Вся наша реальность, все пространство, из которого она состоит, определить то, что оно является воображаемым, определить, что оно является иллюзией, можно исключительно на уровне интеллектуального эксперимента. На уровне практического видения этого сделать невозможно, потому что это жизненно важно просто для поддержания вашего выживания. Если вы неожиданно поймете, что все, что вы видите и то, что вы себя ощущаете, является лишь я-моделью внутри вашего мозга, который вы управляете, то вы очень легко потеряете страх и вас могут просто убить, съесть или вы можете погибнуть иным образом. Потому что от того, что это я-модель, это еще не значит, что им не руководит настоящий ваш мозг. И он, естественно, находится вполне в реальном теле. И оно реально может погибнуть. Поэтому в данном случае жизненно важно для вас, почему вы засыпаете, сознание постепенно отключается и постепенно включается. Оно не может включиться мгновенно. Потому что если оно включится мгновенно, перепад между сном и реальностью будет столь большой, что вы заметите там что-то не то, что-то неладное. Именно на этом основаны, кстати, так называемые осознанные сновидения. Когда человек неожиданно во сне или при засыпании, или при просыпании включает больший процент осознанности, чем это положено в сновидении, сновидение становится несоизмеримо реальной, так называемой вашей реальной жизнью. А почему? Потому что на тот крошечный лоскут, который там смоделировал, во сне моделируется очень маленькое. То есть оно может перевещаться, но оно вокруг вас очень маленькое. То есть то, что вы там видите, не знаю, стеллажи с книгами, попробуйте достать, прочтите хоть одну из книг. Там ничего не есть. И название там у этих книг даже не будет. С большой долей вероятности. Или, по крайней мере, только когда вы будете передвигать свой взгляд по ним. То есть там моделируется все в очень-очень ограниченном количестве, чтобы снизить нагрузку на мозг, чтобы вы могли отдохнуть. И когда вы резко просыпаетесь, это производит эффект так называемого осознанного сновидения, который исследовал в том числе Томас Метцингер в своих экспериментах. Это академический ученый, никакого отношения не имеющий к эзотерической мысли, глубоко оперативный, то есть материалистический ученый, который как раз и демонстрирует механизм этого процесса. То есть мозгу приходится вынужденно, так скажем, сконцентрировать на этом количестве крошечной смоделированной реальности столь большое количество энергии, что оно становится более реальной, чем тот реальный мир, который нам кажется реальным. Потому что здесь в реальной жизни это пространство нашего взгляда рассредоточено на всем. И мы не можем все имитировать с такой же отчетливостью. А там человек осознался, но осознался внутри сна. Сон – это крошечный образ. И оно становится более реальным, чем сама реальность. Так что сама реальность не является какой-то нормой. Повторюсь, является нормализованностью. То есть обыденным, конвенциональным трансом. В который нас погружает культура, которым она и является. Погружает она не со злой целью, не вообще никакой цели. Цель исключительно вашего выживания. Но замечу, что поп-арт показывает то, что этим научились пользоваться. Когда открытия фрейдистской мысли перешли в маркетинг, то есть на человеческую психику научились давить. Этим научились пользоваться. Если вы не научитесь, хотя бы в своем воображаемом, это же ведь нереально, это отсылка к реальному, снимать пелену этой воображаемой реальности, снимать пелену того транса, того гипноза, который на вас пытается навести культура коммерции, естественно, вы станете жертвами. И будете за милую душу кушать несъедобную еду, покупать ненужные вещи. И, по большому счету, сами будете представлять собой нечто очень близкое, вышеперечисленные вещи. Об этом мы поговорим в следующий раз, когда я буду разбирать творчество Вестельмана и Рэнди Орхола. В довесок я возьму еще пару авторов менее раскрученных. На этом мы и закончим изучение такого направления, как поп-арт. Оно тоже во многом случайно. Не могу сказать, что я, так скажем, ярый-ярый-ярый фанат поп-арта. Я всеяден. И то, что мы с вами смотрим именно на его, является во многом случайностью. Я лишь хочу продемонстрировать, как можно интерпретировать произведение искусства с точки зрения философских дисциплин. И в кругу каких мыслей, в каком интеллектуальном пространстве мы с вами живем здесь и сейчас. Потому что, естественно, искусство прошлых веков отсылает к той проблематике, которая сейчас просто не существует. Какая-нибудь проблема самой по себе драмы, разыгрывающейся в свадьбе Фигара, а это сейчас отсутствующая. Просто само по себе общество с этими принципами больше не существует. Более того, во многом благодаря конкретно этой опере и пьесе по марше. Потому что это было своего рода политический маркер. И, естественно, если мы хотим влиться в современное пространство и хотя бы что-то в нем решать, мы должны вливаться в него так же, как в него вливались слушатели оперы Моцарта перед Французской революцией, а не после. Это уже не было смысла никакого. А сейчас это ничего, кроме красивых элотиков. То есть само произведение искусства, это произведение искусства, великое произведение искусства, которое сделало историю Европы, оно более не способно ее повторить, потому что оно уже выполнило свою функцию. Не может быть Второй Французской революцией, она уже произошла. А если мы хотим изменения каких-то иных, то для этого нужны иные средства, иное искусство. И искусство поп-арт, заметьте, оно на самом деле не рекламирует, не столько восторгается современными реалиями большого города, сколько демонстрирует нам их философию. Я не скажу, что это именно критика в смысле бульного отрицания. Я бы даже сказал, что тот же Рамос скорее восторгается мастерами, изобретающими такие логотипы, которые действуют на миллионы. Знаете, многие художники могут позавидовать такому мастерству влияния на толпу. Но он преподносит нам ситуацию, какую она есть. Он делает для нас ее доступной. А значит, мы можем себя обезопасить. То есть предупрежден, соответственно вооружен. И если мы сможем видеть мир таким, хотя бы таким, повторюсь, это нереально, это отсылка к миру. То, наверное, нам будет жить несоизмеримо легче, проще. И мы сами сможем выбирать одежду для этих наших многих-многих личностей. Заметьте, это можно рассматривать и как одного человека. У нас очень много всевозможных субличностей, персон. Если мы будем это делать сознательно, то мы будем хоть как-то руководить своей жизнью. Если же мы будем просто реагировать по типу стимул-реакция, то ничем от собаки Павлова мы отличаться не будем по определению. А то, что большинство от нее не отличается, отлично демонстрирует действенность маркетинга, основанного на воздействие на психическую жизнь. На сегодня у меня все. Ребята, в следующий раз у нас выходной. Субтитры делал DimaTorzok